Собирался сегодня рассказывать про списки, но мне кажется, что это маловато будет. Ну, посмотрим, потому что в результате я раскатал такой план лекций, который явно в одну лекцию не влезет в вас. Ну, посмотрим. Давайте для начала посмотрим, что у нас было две лекции назад с домашними заданиями. Было ли там что-нибудь, что стоит нашего разбора? Ну, поскольку уже прошло две недели, и решать их, в смысле зарабатывать очки, смысла особого нет. Еще раз приношу свои извинения за задачку точки в круге, в которой чудесным образом три теста оказались длиннее, чем глубина вложенности. При этом по какой-то причине я это не проверил. Ну, я думаю, что у всех в конце концов все получилось, когда я их в два раза сократил. Если у кого-то есть какие-то персональные запросы на разбор домашних заданий, вы давайте их сейчас, потому что мне кажется, что здесь особо-то объяснять нечего. Ну, можно взять первое попавшееся домашнее задание и его посмотреть. Ну, вот, например, число полиндром. Как он называется? Инт-полиндром, да? Да, решение с четырех строк, включая input и print. В самом деле, ну, тут такого ничего нету. Вот мы, если помните, две лекции назад организовывали цикл посредством рекурсии. Ну, вот вам цикл посредством рекурсии. Нормально видно, да? Функция чек проверяет, является ли число полиндромом. Что она должна возвращать? А, она ничего не возвращает. Она не проверяет, является ли число полиндромом. Она его переворачивает. Функция чек переворачивает число, а потом мы проверяем. В перевернутом виде является ли число тем же самым, которое было. И, собственно, если является, говорим yes, а если не является, то no. Все помнят условную операцию, тернарную операцию в питоне. Так выглядит. Ну, вот, и ничего, собственно, загадочного в том, чтобы перевернуть число, нету. Мы просто берем, начинаем с пары наше число и ноль. И вот эта самая пара будет во втором своем параметре накапливать наше перевернутое число, а в первом, соответственно, редуцировать. Значит, накапливается это так. Мы умножаем предыдущее значение на 10, прибавляем остаток отделения на 10, а редуцируем путем целочисленного деления на 10. То есть, фактически, мы каждый раз отбрасываем, вернее, перекладываем единицы первого параметра в старший разряд второго. Вот и все. Соответственно, если n у нас уже совсем пустое, 0, ну, тогда мы просто возвращаем m, потому что это означает, что число у нас уже редуцируется до конца. Ну, вот, собственно, и все. То же самое можно было сделать в цикле. Но если успеем, хотя я не уверен, мы сегодня посмотрим, как настоящую рекурсию превращать в цикл. Но если не успеем, значит, ну, в принципе, здесь совершенно очевидно, как это сделать. Ну, вот все остальные задачки, это просто самое короткое, а все остальные задачки примерно той же сложности, и что и это. Ну, давайте, раз уж пошла такая пьянка, пресловутые точки в круге, поскольку они вызвали больше всего нареканий, посмотрим в них. Тоже, в общем, не бог весть, какая проблема. Единственное, чем возможно мое решение отличается от вашего, это ситуация частичного числимости. Возможно, именно поэтому мои решения все прошли, а некоторые из ваших нет, несмотря на наличие там тысячи и более примеров в тестовом... Так, я смотрю, народ напряженно взглядывается. Сделать побольше экран? В смысле буквы? Не, нормально. Окей. Возможно, поэтому мое решение прошло само, и я не обратил внимания, что количество тестов превышает глубину рекурсии. Смотрите, как работает эта функция. Ну, она вводит очередное число, да, если это были нули, она, понятное дело, возвращает true, потому что все, последовательность закончена. А вот этот return, содержащий в себе рекурсивный вызов, этот return сначала вычисляет принадлежность очередной точки к кругу. И если внезапно она ему не принадлежит, то тут же происходит return. Мы дальше рекурсивно функцию не вызываем. Я сильно подозреваю, что во всех моих последовательностях длинных, кроме одной, довольно скоро встречалась точка, не принадлежащая кругу, потому что это случайные наборы были. Она встречалась гораздо раньше, чем на тысячной итерации. Поэтому вот это решение, эти тесты проходило. Тот из вас, кто делал решение немножко по-другому, где проверка происходила, например, в конце, или происходило накапывание всех результатов, накапывание всех результатов, а потом только вычисление того, принадлежат ли все точки к кругу или нет, тот мог напороться как раз на максимальную длину, на максимальную глубину влажности. Здесь я, ну, вот, в силу вот этого end, в силу частичной вычислимости, как только мы встречаем точку, которая кругу не принадлежит, происходит прекращение рекурсивного вызова, и по этой причине все эти тесты проходили. Ну, в общем, я не знаю, стоит ли там третью задачку разбирать, она такая же. Давайте лучше, давайте лучше. Ой, что это было? Вот, давайте лучше займемся сегодняшним. Сегодняшним, сегодняшним. Вот, значит, я сделаю заход, может быть, немножко ранний, но мне кажется, пора об этом поговорить. Я сделаю заход на понятие протокола в питоне. Мы помним о том, что питон – это язык с строго динамической типизацией, неявный. И неявная динамическая типизация еще называется duck typing, то есть определяет, что, ну, как бы, для того, чтобы посчитать некоторый предмет уткой, да, нужно, чтобы он соответствовал каким-то критериям, и вот все, что лежит вне этих критериев, никак не влияет на то, является ли предмет уткой. С точки зрения питона, например, это означает, что для того, чтобы можно было производить операцию индексирования, вот такую, со скобочками, да? Вот такую. Достаточно единственного факта, чтобы у данного объекта был метод, который называется get-it. Мы с вами довольно активно разбирались в том, как это get-it работает. То есть, если мы это попробуем в конце семестра поделать, вы создадите объект, у которого будет метод get-it, к нему будет применима операция квадратной скобочки. Все. Сам факт того, что есть метод get-it, что бы он там ни делал, достаточно для того, чтобы можно было применить операцию квадратной скобочки. Если хотите, я прямо сейчас забегу вперед, такой объект создам. Мы напишем что-нибудь вот такое, класс C, дев, blah, blah, get-it, blah, blah, self, и, собственно, индекс, а мы вот так вот напишем. Помните, да, что это такое? Произвольное количество аргументов. И здесь напишем return 100500. Жмяк. Это мы создали класс, то бишь конструктор объектов, сконструируем объект, и внезапно у этого объекта есть метод get-it, который на все вопросы, что бы мы туда не вставили, возвращает одно и то же. Я думаю, что туда даже можно вставить какую-нибудь ерунду, которую настоящий get-it никогда не понимает. Ну, Жень, вы уже видите, что тут все что угодно можно писать. Вот. Ему все равно. поскольку, ну, вот такое поведение объекта это довольно глупая штука, помимо, собственно, наличия метода, в питоне есть еще некоторые требования относительно того, что должно получаться, какими свойствами этот метод должен обладать. Вот. И вот совокупность тех методов, которыми должен обладать объект, и теми свойствами, которыми должны обладать эти методы, эти методы, и называется понятием протокол. Это такое не очень формальное понятие. Вот. В документации по питону описано некоторое количество протоколов. Они описаны в основном на уровне реализации, на Си. Вот. Но для нас с вами интересно следующее. Что, например, итератор это такая штука, которая имеет метод next и, возможно, возвращает исключение stop iteration. Возможно, и не возвращает. Но если метод next есть, то данный объект можно использовать как итератор. Sequence, последовательность, должна иметь метод getEighten, который мы сейчас задали. Это уже является последовательностью. Но на самом деле она может иметь еще большую кучу других методов, например, там, ну не знаю, setEighten, да? То есть, когда мы устанавливаем, ну если это последовательность, если это последовательность изменимая, вот как списки, которые мы сегодня будем изучать. Вот. И там много-много всего. Для того, чтобы нечто участвовало в цикле for, из этого нечто должно быть можно изготовить итератор. То есть, должен быть у соответствующего объекта метод iter. или или у соответствующего объекта должен быть метод getEighten. Тогда в цикле for будут просто перебираться соответствующие элементы. Опять, видите, понятие протокола подразумевает не только наличие каких-то там методов, но еще некоторую логику их вызова, их использования. То есть, все, из чего можно сделать итератор или из чего можно взять элемент, все из этого можно использовать в цикле for. Кстати, вот этот наш класс наверняка можно использовать в цикле for. for факт того, что у нас у c есть метод getEighten, позволил его использовать где-то getEighten. Позволил его использовать в цикле. Можно даже немножко кухню подглядеть. Если мы сейчас вот так сделаем, args этот напишем. Где тут return? Вот сначала напишем print args. Посмотрим, с каким параметром все это вызывается. Какова договоренность по протоколу. Ну, а return, ну, допустим, не знаю, там все тоже 100500. Да? То вот вам, пожалуйста, сосконструированный объект. Ну, как нетрудно догадаться, цикл просто перебирает все элементы, начиная с нулевого. И ждет, пока не случится соответствующая остановка, в данном случае исключение out of что там. Ну, в общем, исключение. Не знаю, какое. Это надо почитать подробности. Ну вот. Значит, также примерно устроены и всякие другие штуки. Например, есть такое понятие протокол числа. Это поддержка целых огромной кучи методов, которые, собственно, соответствуют арифметическим операциям. Начиная со сложения и заканчивая там, не знаю, матричным... Не, матричное множение в числом... Заканчивая разными видами делений. Солочистное деление, настоящее деление, вот это все. Вот. Протоколы могут быть довольно сложные. То есть, как я уже говорил, совершенно необязательно в понятие протокол вкладывается только наличие метода. Например, операция умножения на число может быть довольно хитрой. Смотрите. Мы с вами знаем, что протокол последовательности позволяет умножать последовательность на число. Мы можем строчку умножить на число, например. Ну или там любую другую последовательность, если она является таковой. Мы также знаем, что можно поступить и наоборот. Умножить 5 на какую-то последовательность и получить, в общем, то же самое. Тут, вообще говоря, ничего особенного нет. Ну, давайте так вот сделаем. Вот у нас есть тюпль. У этого тюпля есть операция мул какая-нибудь. Вот она, мул. И вот такая операция это совершенно то же самое, что... А, ну, пускай так будет. Это совершенно то же самое, что S, 2 подчеркивания мул, 2 подчеркивания там... Сколько здесь было? 8. Ну, собственно, синтаксический сахар. Я уже говорил, что на самом деле в питоне, в байт-коде питона никаких операций как таковых нет, а есть вызов соответствующих методов, больше ничего. Внимание, вопрос. Ну, хорошо, если S умножить на 8 раскрывается как S, 2 подчеркивания мул 8. Наверное, 8 умножить на S должно раскрываться как 8, 2 подчеркивания мул, 2 подчеркивания S. Ну, хорошо, давайте A равняется 8. Эта 8 точка плохо читается питоном. Ой. Вообще говоря, очевидно. Эта строка знает, как ее на число умножать. А число целое, вообще говоря, не знает, как ее умножать на произвольную последовательность, хотя бы и на строку. Не его, это собачье дело, знать, как умножать его на какую-то непонятную последовательность. Таким образом, вот эта договоренность, связанная с умножением, оказывается более сложной. И выглядит она так, что если мы хотим обеспечить, ну, допустим, умножение числа на строку, и метод самого числа не знает, как умножать его на строки, ну, разумеется, а также на тюпле, на словари, там, не знаю, на множество, не знаю, нет, на множество нельзя. И на словари нельзя, но на тюпле можно. И на списке можно. И еще на кое-какие объекты можно. То он обязан, вместо того, чтобы вызвать ошибку и говорить там, синтаксическая ошибка, обязан возвратить объект not implemented. Not implemented — это такой объект. Я думаю, это будет тип not implemented type. Вот. То есть, мы говорим, окей, я не знаю, как умножать меня на строку. Умножайте сами. И, что характерно, Питон умножает сам, потому что он смотрит, а нет ли у нашего объекта S метода, который называется R-mool. Где он тут? Вот он. Так называемое правое умножение. Окей, если нельзя умножить число на строку, то, наверное, можно выполнить операцию умножения, которая закодирована в строке, с учетом того, что число является первым операндом, а строка — вторым. Поэтому, если вот такое обращение возвращает not implemented, то мы вызываем вот такую вещь. И вуаля. Вот. Вот вам пример сложного протокола, когда, казалось бы, ну, понятное и логичное с точки зрения на поверхности операции умножения оказывается чуть более сложной, потому что логика ее раскрытия не позволяет сделать все предельно просто. Мы не можем предусмотреть в целом числе возможность умножить это целое число на все, что угодно. А вот в нашем придуманном все, что угодно, мы можем предусмотреть возможность умножения его на число. То же самое относится к некоторым другим операциям. Не только к умножению, в некоторых случаях к сложению, в некоторых случаях к делению и так дальше. Нет, к делению, кажется, нет. Вот к умножению точно. Вот. Вот вам еще один пример протокола. Кажется, он нигде явно не назван, но в данном случае так назовем для себя протокол умножения. И вот такого рода договоренностей в питоне очень много. Они позволяют нам не заморачиваться, когда мы конструируем свои собственные объекты, не заморачиваться тем, а как бы нам сделать так, чтобы эти объекты красиво и синтаксически аккуратно ложились в нашу программу. Вот. Когда мы будем говорить про объектную модель, мы самостоятельно понаделаем таких объектов, которых можно складывать, там, вычитать, еще что-нибудь делать. Вот. В том числе совершенно нестандартным образом это делать. Такие дела. Ну что, давайте про списки поговорим. Мы с вами уже проходили и разговаривали про кортежи. Мы знаем, что кортеж это такой... Кортеж. Это такой список связей с объектами. То есть в памяти он выглядит как обычный массив на... Нет. А, ну да, он на два, да? В данном случае на два элемента. Каждый элемент является идентификатором объекта. В случае, если программа написана... Если Python написан на C, так называемый C Python, то это просто адрес его в памяти. Если он написан на Java, то там что-то другое. Вот. Есть проект Jython, Python на Java написан. Есть еще там несколько других Python. Вот. Есть Python на Python написан. Такой проект PPP очень интересный. Вот. Так вот, кортеж это просто таблица ссылок на объекты соответствующие, питоновские. Ну, а с нашей точки зрения это все равно массив, потому что индексация по кортежу имеет константную сложность. Взяли начало, прибавили индекс, умноженный на размер ссылки на размер этого самого адреса и получили, да, что там, поиск по кортежу имеет линейную сложность, мы просто перебираем каждый, смотрим, да, ну, вот такое. Список, который, как мы уже знаем из некоторых моих примеров, в питоне задаются квадратными скобочками. вот, что, список, фактически имеет ту же самую структуру. Это тоже массив памяти, массив ссылок на, ну, связи с объектами. Он определенного размера, да, он, ну, в общем, все то же самое. Единственное отличие списка от кортежа в том, что он модифицируемый. Мы можем не только, не только выполнять операцию индексирования в списке, допустим, или секционирование, но также писать вот такие вещи. Вот. модифицируемый объект это такая отдельная тема, потому что, например, мы теперь не можем однозначно утверждать, что если наш объект, ну, вот смотрите, да, у нас два имени у одного и того же объекта. мы теперь не можем однозначно утверждать, что если идентификатор нашего объекта равен вот этому числу, то этот объект всегда не меняется. В случае, например, кортежа или строки, или числа, идентификатор объекта всегда указывает на объект, который всегда соответствует одному и тому же, потому что они неизменяемы. А здесь, пожалуйста, вы можете написать, ну, допустим, вот так, да, и идентификатор нашего L не поменяется. Можно написать вот так. И идентификатор нашего L опять не поменялся. Ну, и T, естественно, тоже, потому что это именно одного и того же объекта. Видите? То есть, модифицируемые объекты это один и тот же объект, с которым мы можем проводить манипуляции. В этом смысле он очень похож на массив в других языках программирования. С той лишь разницы, что, повторяю, это все-таки массив связей, да, то есть объекты в питоне могут быть разных размеров. Соответственно, для того, чтобы нормально работать с индексацией, надо ввести один уровень косвенности, хранить адреса, которые ссылаются на объекты разных размеров. То, что может быть названо словом «таблица». Вот. Значит, помимо того, что мы можем присваивать или удалять прям куски, в смысле отдельные элементы в этом самом списке, мы можем также делать это и с секциями. Вот. Ну, давайте сейчас побольше сделаем, что-нибудь типа «Л равняется лист». Вот. Вот так вот. Нет, давайте разные, чтобы скайболит. Вот. Кстати, обратите внимание, как себя повел конструктор лист. Мы передали последовательность, он эту последовательность прошел и сконструировал из каждого элемента последовательности по элементу нашего списка. Вот. За бесплатно получили вот такой список. Да? Так вот, вы можете написать так. «Л», допустим, от первого до третьего. Сколько это элементов? И каких? Два, и, да. Равно и дальше взять и написать какую-нибудь последовательность тут, ну, Она же операция распаковки и запаковки, понимаете? Та последовательность, которая справа, она проходит социклически и добавляется в то, что написано слева. То есть мы, например, можем написать вот так, и это тоже будет работать. Видите? Справа последовательность, слева индекс того, что удаляется, удалятся вот эти две семерки, и вместо них вставляется по элементам последовательность, которая справа. То есть тут может быть даже вычислимая последовательность любая, какая хотите. Ренч. Вот, видали? То есть операции связания все равно, что распаковывать справа, все равно кого проходить. Если то, что справа поддерживает sequence протокол, значит его можно присвоить, в смысле, ну в данном случае именно присвоить, значит можно произвести вот такую замену со списка. Обратите внимание также на то, что то, что стоит слева, это вообще не список. Вот эта конструкция, да, поскольку она стоит в левой части, это такая специальная конструкция. Эта конструкция обозначает, пожалуйста, замените элементы списка с первого по третий, не включая третий. Она не означает сам список. Вообще левая часть операции присваивания в любом языке программирования сильно не равна правой части операции присваивания, в смысле, ну, тому, что она значит. Ну вот, операция связания в питоне не исключение. Вот. Ну, дальше больше. Вы можете, например, манипулировать сечениями с шагом. Ну, там, не знаю, от 11 до 1 шагом минус 2, например. Жмяк. Равняется, ну, не знаю, что-нибудь такое. Давайте последовать. 100. Сколько там? 5 элементов. 200. 300. 400. 500. Во! 100. 200. 300. 400. 500. Я не знаю, зачем это нужно. В real life такое я не встречал, но можно. Единственное требование, когда вы работаете с последовательностью с шагом, чтобы длина того, что справа, совпадала с длиной того, что слева. Здесь вам не тут. Там питон не будет догадываться о том, что вместо чего вставлять. Когда вы удаляете из списка подпоследовательность определенной длины, без шага, вы ее удаляете, вместо нее вставляете другую. Когда вы заменяете поэлементность шагом, естественно, такого происходить не может. Поэтому имейте в виду, что в этом случае то, что слева, должно быть по длине того, что справа, иначе возникнет ошибка. Короче говоря, вы, особенно на очень коротких последовательностях, если ваш список длиной не больше 100 символов, ну в смысле объектов, можете сделать с ним что хотите. Это довольно гибкая штука. Брать из нее секции, заменять одно на другое, подставлять все. С другой стороны, вы можете пользоваться списком как массивом, потому что это он и есть. Собственно, когда в задачах, которые на вас сваливаются, стоят массивы, почти наверняка, в 99% случаев, вы можете воспользоваться списком и удовольствоваться жизнью. Тут может возникнуть вопрос относительно того, опять-таки, что будет, если заглянуть под капот всей этой машинерии, потому что что такое кортеж на ровно n элементов, мы с вами понимаем. Мы заводим в памяти пространство на n связи с объектами, как-то заполняем эти связи с объектами и радуемся. А вот когда у нас этот массив динамический переменного размера, не очень понятно, что делать с этим переменным размером. Есть много разных стратегий, как организовывать динамические массивы. В питоне сделана такая. У вас, когда вы заводите список, он определенной длины, кажется, кратной восьми, я сейчас врать не буду, или кратной степени двойки. То есть там 8, 16. Если вы добавляете в список очередной элемент, и он туда не влезает, ну, например, у вас список был из пяти элементов, значит, это 8. Вы добавили 6, 7, 8, а 9 не влезает. Тогда происходит переупорядочивание, вернее, перераспределение памяти, и под ваш список выделяется в два раза больше памяти. И там становится 16. Перевалили за 16, будет 64. Поскольку рост экспоненциальный, в какой-то момент вам начнет либо хватать места в списке, либо не хватать памяти в компьютере. Довольно быстро. Вот. То есть через 10 таких итераций у вас уже будет 16 мегабайт занято. Вот. Или больше, потому что объекты занимают довольно много. Да, у вас будет 16 мегаячейок занято. Вот. То есть на самом деле, когда мы говорим, что операция со списками, там, добавление в конец, например, линейно там добавляет элемент, мы немножко кривим душой. Потому что это если у вас там есть свободное место, то операция в добавлении еще одного элемента в список, она имеет константную сложность. Взяли и добавили, потому что там было свободное место. В некоторых случаях, редких, добавление элемента в список потребует еще и перераспределения памяти, а уже потом добавление элемента в список. Эти случаи, чем больше список, тем более редки. Раз. И два, сокращение тоже происходит, но опять-таки, если у вас в списке осталось слишком мало элементов, там есть какой-то нижний урез, опускаясь ниже которого, происходит опять перераспределение, и все свободное место освобождается. И список уменьшается там во сколько-то раз. Вот. То есть, если очень постараться заглянуть в реализацию, вы можете написать такую программу на питоне, которая будет реально работать медленнее, потому что при каждом добавлении и удалении, ну, при каждом у вас не получится. Но довольно часто при добавлении и удалении элементов в список у вас это будет происходить при распределении памяти. В реальной жизни такого не происходит почти никогда. Если у вас список есть, то он, как правило, хранит большое количество элементов, или достаточно хорошо линейно растет, а потом даже достаточно хорошо линейно убывает, если, например, вы используете список как ста. То есть, либо вы его заполняете, и его размер прыгает вокруг какой-то цифры, которая лежит как раз внутри вот этого нижнего верхнего реза, либо он накапливается и исчезает, и тогда вы просто проходите там 10 раз эти стадии увеличения, и потом 10 раз стадии уменьшения, и все. Так что принято считать все-таки, что списки и массивы это примерно одно и то же в смысле эффективности, ну, конечно, с учетом вот этих всех косвенностей, с учетом того, что это не массив, а массив ссылок, что надо пройти, надо сходить к питону объекта и так дальше. Но принято считать, что это достаточно эффективный инструмент. Такие дела. Да, конечно. Нет, а идея объекта не меняется при распределении памяти. Вот. Ну, потому что иначе это будет, ну, совсем подстава. Нет, нет. Вот сейчас как раз к этому прихожу, спасибо. Где-то тут было у меня прям методы. Списка. А еще такой вопрос. Капат, у нас там какой-то свой менеджер памяти, да? Смотрите, да, потому что, во-первых, много разных архитектур, под которые собран питон. Во-вторых, понятное дело, что стандартный менеджер памяти очень плохо понимает в питонских объектах. На самом низком уровне там, ну, наверное, что-то вполне системное. Но да, вот работа с объектами, заведения, их удаления, это, конечно... Что? Ну, внизу Малок, наверное, что. Куда денешься без Малока? Но там вот на уровне объектов, разумеется, все свое. Так, а где-то у меня тут методы, собственно. А, вот они методы. Собственно, как раз мы к ним и переходим. Так, давайте посмотрим. Довольно много методов есть у объекта, у списка. Вот. И в частности, ваш вопрос, как добавлять к объекту, к списку элементов, это просто метод append. Элемент L.append. Ну что, что-нибудь добавим? 100500. Вот он. Ну, кстати, раз пошла такая пьянка, вот это добавить, а чтобы, наоборот, снять, как со стека, да, L.pop. Вот. При этом соответствующий элемент удаляется из списка и возвращается в качестве возвращаемого значения. Вот, видите, это значит, у нас там P лежало на конце списка, а тут вернулось обратно. Оно теперь лежит в B. Вот. Мы к этому еще вернемся, когда будем говорить о стоимости операций добавления, удаления, вставки, вот этого всего. А пока давайте пройдемся по методам. Значит, метод clear, это просто очистка, просто очистка этого самого, очистка нашего списка без изменения ID, да, если мы хотим удалить все элементы. Вот. Мы можем удалить один элемент, а можно вызвать точку clear. Например, точка clear. Но при этом идентификатор у него остался тот же. Что? Не ind, а id. Кстати, он тут был? Мы его поменяли, да? Жалко. Ну, не важно. Важно, что он был. Ладно, давайте еще раз. Давайте поставим эксперимент. Я понял вашу иронию. Вот сейчас он, естественно, поменялся. Ну, понятно, почему он поменялся. Потому что я новый объект создал. И назвал его именем L. Давайте сейчас его... Ну вот. Я, собственно, вот это хотел показать всего лишь. Вот, clear. Вопрос ко всем. Как можно еще взять и стереть все объекты из списка, не меняя его идентификатора? С помощью специально подобранного сечения, в котором будет все умолчание. Написать вот так. Вы не подумайте, это не маленький баян. А именно, что сечение от начала до конца. Мы теперь с вами знаем, что можно присваивать сечению некие последовательности. В данном случае мы взяли и взяли сечение от начала до конца, включая конец, и присвоили ему последовательность пустую. Вот, получили то же самое. Но понятно, что вот такая картина в вашей программе выглядит слегка, ну, как бы это сказать, ну, как песочек на зубах. А вот такая, в общем, читается. В остальном, в общем, без разницы. Так, что у нас там еще интересного есть в списке? Ну, копия. Вот, кстати, тоже. Что такое копия? Разве не является копией вот такая штука? b равняется, t равняется, l. Ну, конечно, не является. Мы все с вами знаем, что это просто именование одного и того же объекта. А мы хотим, чтобы сделалась копия, да? Поэтому пишем что-то типа t равняется l точка копия. Да, равно. Равно, я сказал. При этом, смотрите, t у нас равно l, но t не является l, да? У них разный идентификатор. Это два разных списка. Внимание, вопрос. А вот объекты, которые они содержатся, это одни и те же объекты или тоже разные? Как вы думаете? Это одни и те же объекты, потому что на самом деле для того, чтобы еще и все объекты внутри списка скопировать, надо так для начала на секундочку в каждый объект залезть и посмотреть, а не является ли он тоже в свою очередь последовательностью, и не надо ли у него тоже все объекты внутри него скопировать, и не лежат ли в нем тоже в свою очередь последовательности, ну и так дальше. Совершенно другая операция, совершенно другой сложности, потенциально бесконечной. Поэтому по умолчанию копия делает просто копия. Ну, вот давайте посмотрим. А равняется, скажем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, пожалуйста, список списков. Нет, по-моему, одно лишнее. Одно лишнее. Вот, пожалуйста, список списков. Видите? Что это будет? Давайте так, один, два. Какое это будет число? Шесть. Да, значит, первый элемент, и в нем второй элемент. Так вот, если мы напишем что-то типа b равняется точку копия, это было слово копия, вы не подумайте. Вот, то это будут два разных объекта, естественно. А вот это уже будет один и тот же объект. Понятно, да? Мы просто скопировали всю пачку ссылок в новый объект, в новый список. Теперь у нас ссылки на одни и те же объекты из двух разных мест. Соответственно, если мы напишем что-то типа такого a1,2 равняется куку, то, несмотря на то, что b и a у нас объекты разные, вот это куку, естественно, изменится. Как было правильно сказано, это называется поверхностные копии. Если вы хотите использовать глубокую, по-моему, есть модуль копия, так он называется, да? Копии, точка deep, копии от a. Вот этот объект c является глубокой копией объекта a, в котором все объекты, которые там внутри лежат, если они являются последствиями, тоже скопированы. То есть вот эта вот строчка, где она тут, для c будет неверна. Видите? Ну и, соответственно, вот эта операция, естественно, никак не отразится на c. Глубокая копия. Но, повторяю, глубокая копия – это совсем другая картина. Это рекурсивный обход всего дерева вот этих объектов в последовательностях с, ну, в общем, некоторым протоколом относительно того, а как их копировать там дальше. Потому что, ну, может быть, последовательность такая, которую так просто вот не скопируешь. Такие дела. А, дир, да? Давайте еще раз посмотрим, что у нас есть. Count. Ну, догадайтесь, что это такое. Подсчет элементов, равных данному. Вот у нас хорошо, в этом есть прекрасная семерка. Или точка count 7. Ой, слушайте, а вас плохо слышно. Можешь чуть погромче? Там явно что-то интересное происходит. Ну, я только напоминаю, всегда на наших встречах можно говорить, только говорить не тише, чем я. Я тихо говорю, я могу погромче. Вот, и вы давайте тоже погромче, хорошо? Вот, значит, ну вот смотрите, мы посчитали количество семерок в нашем списке, их там 7. В общем, кстати, по-моему, у кортежа тоже были каунты. Значит, если операция append, это операция добавления элемента к списку, операция extend, это операция расширения списка на целую последовательность. Мы можем сказать l.extend, и здесь написать, ну не знаю, там, range от 10. И бац, у нас в хвост, вон видите, приедет range от 10. Превращенный, разумеется, в список. То есть фактически extend просто пробегает в цикле, итерирует вот эту последовательность и добавляет поэлементам в конец нашего списка. Extend. Вот, ну, индекс, это просто номер первого попавшегося элемента. Вот он, восьмой. Кстати, интересно, у него есть ли дополнительный параметр, начиная с которого? Видимо, нет. Есть. Общий вид, видите, какой? Что ищем, начиная откуда, заканчивая где? Ну, так что все есть. Я ошибся. Вот. Insert. Insert от операции вставки. Такая же точная, как операция вставки с помощью сечения. Просто операция вставки с помощью сечения выглядит слегка неестественно. А если вы пишете l.insert, ну, скажем, после третьего элемента вставляем в список там 2, 3, 4, нет, плохо будет видно, 2, 2, 3, 3, 4, 4, то, в общем, это несколько более хорошо понятно. Вставить элемент после элемента номер 3. Перед, пардон, 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 перед элементом номер 3. Поп, как мы с вами уже говорили, это либо последний элемент снять и вернуть, либо какой-то, какой вы там сказали. Вот это был пятый. Вот он. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вот он. Вот этот 3 вернулись, и он там теперь отсутствует. Вот. Remove – это просто удалить элемент. Это то же самое, что дел, да? l.remove. А, нет, извините. Remove – это найти и удалить. Вот сейчас он найдет вот этот 300 и удалит его. Вернее, уже нашел и уже удалил. Видите? Нету. Вот. Соответственно, индекс remove, может нам вернуть какую-нибудь ерунду, если мы захотим ерунды. Он говорит, не нашел, не удалил. Да, это… А удаляют первый? Да, удаляют первый. Я думаю, что у remove есть такие же параметры, как у индекса. Давайте посмотрим. Откуда, докуда, какой… Ну, начиная с которого… Вот, видите? А, нет, первый. Только первый, нету, соврал. Вот у индекса есть возможность найти с какого до какой, а у remove нет. Что еще нужно посмотреть? Осталось только реверс и сорт. О-о-о, реверс и сорт – это прекрасные штуки. Вот. Это такая немножко легоси, потому что это методы, которые сильно-сильно модифицируют прямо сам список. L. Что у вас там происходит? Кто-то под парт уже полез со страху. Вот, видите, он взял и перевернул его. Прямо весь список перевернул. Вот. Еще хуже сорт. Потому что бац, и выяснилось, что нельзя сортировать наш список. Он содержит элементы, которые несравнимы. Мы не можем сравнить на меньше струинт. Мы не можем написать 6 меньше g. Не можем. Вот. Но, с другой стороны, смотрите, если мы сделаем числовой список, ну, не знаю, там… Ну, ладно, пускай будет хоть какой-то, да? Это что было? Это было лишнее. Это опять было лишнее. Там прямо две запятых вкралось, но мы сейчас их уберем. Вот. Поставим сюда нолик. Так вот. Вот нас илель, а вот нас илель точка сорт. Шмяк. О! Внезапно отсортировался. Прошлись по методам, да? Смотрите. Есть несколько разных удобных и неудобных способов. Ну, вернее так, кому удобны, не, кому удобны другие. И реализовывать методы append, insert, remove, pop, нет, pop нет, remove, да? То есть мы можем это делать через индексы, через индексы или через секции, слайсы, а можем это делать с помощью, собственно, методов append, remove. Вот. Единственное, что выглядит достаточно интересным, это, например, операция плюс-равно. Мы с вами помним, что последовательности можно складывать, списки тоже можно складывать. Пожалуйста. И умножать их можно. Вот. И мы с вами помним, что операция вида, операция равно, то есть мы пишем, если мы пишем что-то типа А. Нет. А просто можно спросить, там можно свою функцию сравнения? Конечно. Конечно. Давайте почитаем. Значит, обратите внимание, что там не функция сравнения. В sort, а также функции sorted, которые есть у нас в стандартном наборе, можно указать функцию, которая вычисляет ключ, а потом отсортировать по ключу. У нас будет такое домашнее задание, но прям такое. Вот. То есть вы можете что сделать? Вы можете определить, допустим, вот у вас ключ, и теперь у нас вот этот ll.sort, ну или давайте воспользуемся функцией sort, ll k равняется kk. И в результате у вас числа упорядочились по остатку отделения на 5. 0, 1, 2, 3, 4. Функция sorted возвращает, как видите, всегда список, хотя здесь может быть любая, опять-таки, последовательность. Например, range. в отличие от метода sort, который предназначен прямо для модификации списка. Точно так же метод reverse, мы его смотрели, да, он предназначен для модификации списка, а функция reversed забавным образом возвращает специальный reversed object. Почему так? Да потому что по списку можно пройтись задом наперед, даже не изготавливая специальный новый объект. Зачем это, в смысле, специальную новую последовательность, хранимую, да? Это достаточно вычислимой последовательности. Ну вот. Ну вы верите, да, что это вычислимая последовательность, в которую элементы списка LL идут задом наперед. Давайте так сделаем. Всем понятно, да, что вот это такое? Это мы передали запакованную последовательность в качестве списка параметров функции print. Она распаковалась из-за звездочки. Поскольку это была последовательность, reversed, она распаковалась, передалась как вот сколько там, как 14 параметров и вывелась через пробел. Вот мы, по-моему, этот лайфхак уже использовали. Довольно удобная штука. Если у вас есть последовательность, чтобы не мучиться, прям взяли звездочка, последовательность, print, все через пробел выбилось, всем хорошо. А можно и не через пробел, можно написать что-нибудь вот такое, да? Вот. Без того, чтобы цикл градить. Ну окей. Значит, так вот, обратите внимание, что вы можете написать L равно L плюс, допустим, раз, два, три. Нет, давайте сначала посмотрим id. L равно L плюс, раз, два, три. Так, вот это запятая, не запятая. Как вы понимаете, здесь написано буквально следующее. Взять объект, на который ссылается имя L, взять объект списочный раз, два, три, выполнить операцию сложения и назвать получившийся объект именем L. То есть у нас идентификатор, разумеется, изменился. Ну так вот, я об этом уже вскользь упоминал, настало время это проверить. Для изменяемых объектов операции вида что-то равно, там плюс равно, например, или умножить равно, кстати. Для изменяемых объектов эти операции не меняют сам объект, не меняют его ток содержимый. Если мы напишем L плюс равно, ну не знаю, там, 4, 5, 6, 7. Содержимое 5, 6, 6, вот оно. Содержимое объекта изменилось, идентификатор не изменился. Если мы напишем LL, давайте на id, да, от LL. LL множить равно 2. Сам объект изменился. Надеюсь, что идентификатор не изменился. Не изменился. Операции изменения для изменяемых объектов не меняют сами объекты. Объекты можно именить, значит их можно изменить. То есть фактически вот это extend, да, то же самое, что L extend 5, 6, 6. А вот это я даже не знаю, что. Что-то. Такого метода нет. Так, вот теперь мы возвращаемся снова к разговору про поп и аппенд. Потому что давайте мы поговорим о том, вот из-за того, как реализован наш список, какие операции быстрые, какие операции медленные с ним. Да, конечно. Да, да. Для изменяемых объектов это совершенно разные операции. Более того, да, я пытаюсь понять, как они реализованы. Здесь, наверное, этого нет. А, вот она. Иад, и ему. Да? Это совершенно другие методы. Вот если метода иад нету, тогда будет, в этом протоколе будет раскрыта первая наша картинка, да? Значит, объект, ад, другой объект, результат. Если метод иад есть, в этом случае будет вызван просто он. Вот вам еще одна, еще одна отсылка к тому, что было в начале лекции, да? Вот одна и та же, одна и та же операция, плюс равно, в зависимости от внутренней логики, может быть раскрыта так или и так. В данном случае здесь есть метод иад, который, собственно, и реализует этот самый плюс равно. И ему, который реализует умножить равно. А все остальные, кстати, не реализованы. Ну, видимо, они не очень, ну, как бы непонятно что-то. Минус равно нельзя же сделать для списка. Вот. Значит, возвращаемся к попу и апенду. В силу того, что у нас, ну, мы будем считать, мы, скажем так, пропустим то, что называется worst case, да? Пропустим ситуацию, когда у нас перераспределение памяти происходит. В силу того, что добавление в конец списка, это всего лишь, всего лишь, помещение, увеличение счетчика длины списка и помещение соответствующего объекта в таблицу, операция добавления в конец списка считается, что имеет константную сложность. То есть взяли и добавили. Точно так же операция удаления из конца списка тоже имеет константную сложность. Взяли и удалили. Или, скажем, два элемента добавили, два элемента удалили. Ну, все равно это константа. А вот если вы добавляете в начало списка, то мы сразу вспоминаем, что никакой это не список, а вообще говоря, массив. И чтобы добавить элемент в начало, если вы говорите что-то типа LL.insert, ну, не знаю, 100-500. Что? А, ну да, куда? В нулевую позицию. Перед нулевым элементом. Вот этот insert, какую сложность имеет? Линейную. Нам придется сдвинуть в памяти все вот эти ссылки вперед, чтобы вот здесь организовалось пустое место, да, и туда поставить, туда поставить вот эту 100-500, ссылку на 100-500. Получается, что когда мы работаем с со списком, как со стеком, это очень эффективная работа. Добавить элемент в стек, снять элемент со стека, добавить несколько элементов, снять несколько элементов, это все имеет очень низкую сложность, потому что эта операция не требует передвижения всех остальных элементов. Когда мы работаем, выполняем операцию вставка и удаление по всей длине нашего списка, то мы должны считать, что такая сложность линейная, даже если это вставка и удаление случайная, потому что, ну понятно, да, в среднем в середину вы вставляете, а в середину, значит, это половина общей длины, все равно со звездочкой. Вот. У большой, да? Ну, неважно. Короче, линейная сложность. Вот. В этом смысле интересно поговорить на такую тему. А нужны ли вообще списки в питоне? Я имею в виду списки, которые линкет-лист. В том виде, в котором мы их вот учили там на первом курсе. Да? Помните, что такое линкет-лист? Это пилот, то есть тот объект, который мы храним, плюс ссылка на следующий. Ну, адрес следующего, если это C. Следующий опять будет в каком-то другом месте в памяти, опять пилот, плюс ссылка на следующий. И так дальше, до конца, в котором там в последнем ссылка на следующий отсутствует, там вместо нее написано нул или еще что-нибудь в этом духе. Связные списки. Вот. Есть, ну как бы, ну вот, вопрос, нужны ли они. Давайте сравним сложность работы с этими объектами. Значит, поиск по динамическому массиву, он же лист, линейный. Надо проверить все. Поиск по линкет-лист, линейный. Что там у нас? Индексирование, да? Обращение к элементу номер N. По динамическому массиву, константное. По линкет-лист, линейное. В этом смысле, в смысле операции индексирования по связанному списку, разумеется, хуже, потому что у вас придется пройти с самого начала до того места, где, собственно, N элемент списка встретится. Вставка элементов в произвольное место в случае динамического массива линейное, в случае связанного списка константное, если вы заранее знаете это место. И удаление тоже. Наконец, вставка и удаление в конец в обоих случаях константное. Отсюда мы делаем вывод, что единственная ситуация, когда линкет-лист эффективнее, чем динамический массив, это операция вставки и удаление в произвольное место этого самого списка, который вы знаете заранее. Внимание, вопрос, откуда вы его узнали. Если в результате операции поиска, то она была линейной в обоих случаях. Если в результате операции индексирования, то в случае линкет-лист она тоже была линейная. Вот кто-нибудь может и здесь присутствующих называть алгоритм или такую, скажем так, абстракцию динамическую, в которой свойства динамического массива, а он же лист в питоне, были бы неудобны. Какой-нибудь алгоритм, который требует вставки не в конец и удаления не из конца, а вот из произвольного места. Без поиска этого произвольного места, то есть без линейной части. Да. Пройти по всей последовательности это линейная сложность сразу. В любом случае будет так. Да, но вам никто не мешает породить новый список, а старый удалить. А добавление у нас константное. на самом деле ответ еще проще. Я знаю ровно один из тех, что мы с вами, ровно одну абстракцию такую динамическую, которую тоже на первом курсе учат, которую невозможно моделировать эффективно с помощью списка. это очередь. Потому что очередь требует добавления в начало, а удаления с конца, ну скажем так, добавление в один конец списка, а удаление с другого. Один из этих концов будет неэффективен. Все, я больше не знаю таких алгоритмов. Если кто-то придумает, расскажет. Было бы интересно. Поэтому в питоне linked list не используется вообще никогда. Я не видел. Я видел реализации, они ужасные. То есть они правда неэффективные, медленные, все такое. А для очереди есть просто специальный тип данных, он лежит в модуле, который называется collections. и называется он дека. Ну как что-то среднее между дек-колода и кью-очередь. Вот. Collections с точкой дека. Вот. вы можете относиться к деке как к двустороннему списку. Как к списку добавления в начало и в конец которого одинаково эффективны. Как это реализовано там под капотом, я честно говоря не знаю, но подозреваю, что вот тот же механизм, который у обычного списка на одном конце, а у деки на двух концах, просто перераспределение происходит часто, если внезапно вы зайдете за границей. То есть у нас есть как append, так и rappend, например. rd.append d.по-моему rappend просто тупо. Append left, извините. Вот и все. Соответственно, pop, pop left. все остальное extend, extend left. Короче говоря, у нас есть левые версии этих операций, они гарантированно так же эффективны, как и правые версии. Да, мы где-то там теряем внутри реализации на эффективность, но мы теряем проценты, а тем самым мы закрыли все, скажем так, все очевидные случаи использования списка не как динамического массива. Да, конечно. А чем это dq отличается модуль Q? Всем. Q это приоритетная очередь. Сейчас давайте посмотрим, конечно, но dq это просто двусторонний список, а Q это приоритетная очередь. Ну, то есть, ну, другой алгоритм, другая абстракция. Давайте посмотрим, что такое модуль Q. но мне кажется, сейчас, да, тут какая-то документация, да. Она, по-моему, с приоритетами все-таки, нет? Ну, короче, вообще, вообще, для другого нужна, да, не для того, чтобы хранить в ней, как в списке с двух сторон, да. Деха, это всего лишь двусторонний список. Давайте все-таки. посмотрим. Ну, наконец-то. Так, по-моему, там прям очень, прям модуль такой есть, который называется Q, да? QE-UE. Синхронизировать Q class. А, ну, приорит Q там тоже есть, видите, он не только приоритетный. Короче говоря, смотрите, он еще и тридцейх. Короче говоря, это та самая очередь, которая очередь. Не в смысле структура данных, да, а в смысле такой алгоритм, когда можно туда что-то добавлять, а потом оттуда что-то снимать. Используется для, в частности, многопоточного программирования. Да, она потом безопасна. Короче, это совсем другое вообще. Окей. Давайте вернемся к нашему, к нашему, вот, к нашему, вот. Нельзя не сказать про такую очевидную штуку, тем более, что на нее будет как минимум два, может быть, нет, два, как минимум два домашних задания. Нельзя не сказать про такую штуку, как имитация двумерных массивов с помощью списка в список. В принципе, в питоне есть несколько модулей, в качестве, в частности, нумпы, которые я показывал в прошлый раз, в которых реализованы прям вот настоящие массивы, матрицы, прям вот такие, как полагается математика. Вот. Но для, так сказать, нашего домашнего производства иногда это, почти всегда это лишнее. Да, если мы не заморочены, если у нас не миллионы этих самых, ну, табличка не миллион на миллион, или там тысяч, да, то, даже если она тысяча на тысячу, это не так страшно. Хотя нет, все-таки это миллион. Ну, короче говоря, наши домашние массивы, они не такие страшные, мы всегда можем их просто имитировать каким-нибудь, каким-нибудь, ну, не знаю, списком списков, ну, что-нибудь такое, да. кстати, обратите внимание, вы всегда можете, задавая кортеж или список, вы всегда можете в конце, после последнего элемента ставить лишнюю запятую. вот, знаете, в чем смысл этой лишней запятой? Чтобы, когда вы добавляете очередную строчку или очередной элемент, вы не мучились, не удаляли, не добавляли вот эту запятую, чтобы у вас всегда один элемент массива с точки зрения, там, текстовый редактор выглядел как элемент запятая. Если бы это лишней запятой в конце не было, то у вас первые четыре элемента выглядели как элемент запятая, а пятый выглядел как просто элемент. Иногда неудобно. Поэтому вы всегда можете эту запятую оставлять. Вот я намеренно в нашем массиве все эти запятые оставил. Видите, при выводе они удаляются. Просто так вот, ну, вот, скажем, вы решили после этой строчки добавить еще одну, да, так вы ее просто добавляете. А если бы вот этой запятой нельзя было рисовать, вам пришлось ее сначала добавить сюда запятую, а потом в добавленной срочи что-то удалить. Ну, в общем, вот. Ну, так вот. Мы сегодня это уже видели. Да, сколько сейчас будет? Какое число? Один, да. Вот. Обратите внимание, что это у нас строки, а это столбцы, да. Ну, потому что мы сначала берем вот номер вот этого, а внутри него берем номер вот этого. В остальном это вполне себе двумерный массив, почему бы нет? Ну, можно, кстати, есть такой модуль PrettyPrint. с помощью него такие штуки удобно выводить. Это слишком короткое. Вот. С помощью него такие штуки выводить удобно. Ну, тут PrettyPrint, видите, за нас решил, что нам и так хватит. Там всего три элемента, вы и так прочтете, решил PrettyPrint. А тут он сказал, не, 6 это уже много. Давайте мы его выведем в квадратик. Ну, для сравнения. Вот. Иногда бывает удобно вот так воспользоваться, чтобы просто, ну, вот, хорошо было видно. Вот. Это не настоящий двумерный массив. Нельзя, например, его умножить самого на себя с помощью матричного оператора, как мы сделали в прошлый раз. Это именно список списков. Ну, поскольку в нем можно вот так индексировать, да, ой, вот так, да, и поскольку в нем можно делать какие угодно замены, то пользоваться им в качестве двумерного массива, вот, да, это вот место, вполне нормально. Вот. Трехмерного, четырехмерного, это список списков, списков списков, список списков, список списков, и так дальше. В общем, не вижу здесь особых проблем. Смотрите, если вам нужно взять и задать список какой-нибудь, из каких-то элементов, да, значит, единственный недостаток недостаток питоновских списков, как массивов, вы не можете заранее создать прямо вот так вот сразу массив, ну, не знаю, там, на сто элементов. Что можете сделать? Вы можете написать что-нибудь такое, а равняется 0 умножить на 100. Хорошо? Получается, ну, список из 100 элементов. А если мы хотим задать двумерный массив, мы хотим задать, ну, вот, табличку, ну, не знаю, там 8 на 8. Ваше предложение. А равно. Ну, это внутренняя строка. Умножить на 8. Все в квадратных скобках, мне кажется. А, да. И умножить на 8, да? Шикарно. Никто не видит здесь подвоха? Смотрите, что мы написали. Мы написали список списков, да? В этом списке списков, ну, хорошо, вот это понятно, да? Это 8, 8 этих самых нулей. И вот таких вот объектов, содержащих 8 нулей, в этом списке 8 штук. Одних и тех, это один и тот же объект. Мы взяли и создали список, который 8 раз ссылается на вот эту штуку. Конечно. Ой. Почему? Ну, как почему? Потому что мы этого хотели, мы так написали. Мы же тоже написали. Мы говорим, мы говорим, создайте, пожалуйста, этот самый объект и вот этот вот, да? И поместите его в список в 8 раз. Ну, не годится. Это не то, что мы хотели. Вот. Для этой цели, на самом деле, не для этой, на самом деле, для очень многих целей в питоне есть так называемые циклические конструкторы объектов, в частности списков. Вот у кортежей нет циклических конструкторов, а у подавляющего большинства остальных объектов есть. Циклический конструктор выглядит так. Давайте для начала с простого начнем. Допустим, и, for, и, и, ин. Давайте умножить на 2 плюс 1. For, и, ин, рейндж, ну, скажем, от 10. Обратите внимание, квадратные скобки, а внутри нечто следующего вида. Выражение, for, переменная, сразу скажу, может быть список переменных, если там, в смысле через запятую, если там, да, и последовательность. Циклический конструктор, она же циклическая сборка. Это способ задания объекта, да, то есть к моменту, когда мы, мы сначала вычисляем это выражение, потом делаем из него список, в смысле, из них список, и связываем их именем A. Это не условно, не оператор цикла такой, да, хотя он имеет к нему отношение, потому что, да, справа стоит последовательность, да, мы ее проходим поэлементно, ну, в общем, понятно. Списковая сборка. С помощью вот таких конструкций можно, например, сгенерить вот это, да, то есть вот так нельзя, а вот так можно. A равно, что мы там говорили, 0 умножить на 8, for и in range от 8. Вот это уже нормальный список списков, список разных списков. Почему? Потому что вот этот конструктор вызывается 8 раз. Вот. И если мы напишем вот так вот, ничего страшного не произойдет. Вот. Значит, еще раз, да, в самом простейшем варианте списка, циклический конструктор выглядит так. Выражение, for, переменное, ну, имя, in, последовательность. Последовательность любая, она распаковывается, все хорошо. Вы здесь можете, вы здесь можете, ну, по-всякому, по-всякому комбинировать, да. Понятное дело, что в этой штуке последовательность может быть любая. Вы можете, например, сделать вот так вот. Ну, не знаю, там, давайте для простоты. c, for, c, да, господи, c, in, там, строчка. Да? Или пара c, запятая i, for i, запятая c, in, enumerate, от этой самой QWERTY. Помните, все помнят, что такое enumerate, да? enumerate – это такая вычислимая последовательность, которая возвращает пары. В этой паре индекс и нулевой элемент последовательности, индекс и первый элемент последовательности, так дальше. Вот видите, что мы сделали? мы взяли, вынули, вынули, преобразовали вот эту последовательность в последовательность пар, эти пары вынули, назвали их i, c, и здесь их как-то назвать. короче говоря, это очень гибкий инструмент, поскольку слева стоит выражение, справа стоит произвольная последовательность, вы можете, ну, многих хитрого с этим делать. Например, например, давайте где-нибудь здесь, вот, вот у нас, например, есть, ой, питон остановился, ужас. вот, смотрите, что еще можно к этому приделать? К этому приделать, как вы видели, можно распаковку, распаковку имен, если у нас вот здесь в последовательности, под последовательности идут, но к этому может приделать еще фильтр. Смотрите, if и не равно 6. Предположим, нам не нравится число 13. то есть вы можете к, собственно, самой последовательности прикрутить еще в конце фильтр, в котором описать, в каких случаях оно вот сюда будет попадать. И мы тут пропустили 6, то есть у нас не получилось 13 результатов. так что это довольно гибкий инструмент и довольно часто удобно с помощью таких инструментов нагенерить список, особенно с учетом наличия модуля рандом, про который мы будем скоро говорить. и дальше с этими списками что-то делать. Фильтр. Ну, последнее, о чем я хотел сегодня рассказать в этой части, и как раз мы подходим к концу этой части, так что замещение рекурсии списка мы опустим вот на сегодня. Последнее, что я хотел сказать, это что такие конструкции могут быть вложены. Вы можете написать так. Давайте что-то типа i, j, но только в скобочках, потому что это for i in range, ну, скажем, от 10 до 20, лучше до 15, чтобы покороче было. for j in range, это r? А, rank, вот так, да? Ну, скажем, от 0 до 5, до 6. Жмяк. Внезапно Декартово произведение, да? Прям вот, не сходя с места. Обратите внимание, как чередуются индексы в этой штуке. Фактически, вот эти два for выглядят как два вложенных for. Вот это внешний, а это внутренний. Чтобы нам не путаться, какой из них с какой стороны, вы просто мысленно вот здесь вставляете перевод строки и отступ. То есть, если вы напишете вот так вот, то кажется, получится... Ой, только в строчку надо было. Только, кажется, получится то же самое. Вот. Вложенные. И у них тоже могут быть фильтры и вот это все, но мне кажется, что тут надо где-то хватать себя за руку и останавливаться. Вот. Но тем не менее. Но тем не менее. Давайте попробуем все-таки не хватать себя за руки, а что-нибудь такое придумать с фильтрами. Допустим, от 6 до 12. А тут, например... Да вы что, правда? Вы не можете быть серьезно. Ну, правда. Ну вот. Допустим, до 8. И тут напишем что-то типа if i не равно j. Раз. И тут вот нас повыпали вот такого рода элементы. Видите? Вот. 6, 6. Тут есть, а тут нету. Такие дела. В общем, циклический конструктор, штука, которую всем всячески призываю пользоваться. Она, ну, удобная. Вот. Так. Это, значит, мы сегодня пропускаем. Значит, домашнее задание. Задачка номер... Ну, понятно, почитать учебник. Задачка номер один с учетом того, что мы теперь знаем функцию sorted, решается в две строчки или в одну. Не призываю вас решать ее в две строчки или в одну. Если вам легче самому реализовать и порядок сортировки, и что хотите, используйте, какую хотите сортировку. Вот. Это фактически сортировка по ключу. Ключом является синус данного числа. Задачка линейный лабиринт. К ней нет еще тестов. Она такая. Вам вводится список, а вы должны по определенным правилам пройти от начала до конца. Правило следующее. Вы либо шагаете на столько шагов вперед, какое число стоит на определенном месте, либо на один шаг назад. То есть 1, переходите сюда 2, вы можете вернуться назад на 1 или перейти сюда 2. Вы можете вернуться назад на 1 и перейти вперед на 6, либо перейти вот сюда на 2. Вам нужно ответить, проходим ли этот лабиринт, то есть можно ли оказаться в последней точке или нельзя. В данном случае можно, потому что 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Следующая задача цифры по спирали. Вам нужно заполнить и вывести вот эту имитацию двумерного массива, а именно список списков, таким вот образом. Ну или вообще вывести такую вот картинку, когда у вас 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. При решении этой задачи следует не забывать, что количество столбцов, количество строчек могут быть четными и нечетными. И неизвестно, какое больше, поэтому там надо все случаи рассмотреть. Совершенно замечательная последовательность, изобретенная Джоном Конуэм, автором игры «Жизнь». Последовательность вот такая, она называется «Посмотри и скажи» или «Прочти это вслух». Значит, начинается с единицы. Дальше мы читаем вслух. Одна единица, поэтому запишем 1, 1. Дальше мы читаем вслух. Две единицы, поэтому пишем 2, 1. Дальше мы читаем вслух. Одна двойка, две единицы. Дальше мы читаем. Одна единица, одна двойка, две единицы. Дальше мы читаем. Три единицы, две двойки, одна единица. Ну и так дальше. Задача наша состоит в том, чтобы написать генератор, который выводит по очереди цифры этой последовательности. Не сами числа последовательности Конуэма, а цифры. То есть на первом шаге выводится единица, на втором единица, на третьем единица, на четвертом двойка, на пятом единица, на шестом единица, на седьмом двойка, ну и так дальше. Ну вот. Это немножко сложная задача, но не настолько сложная, чтобы ее нельзя было решить. Я как бы, надо только аккуратно все это сделать. И не забываем, что это написать генератор. То есть, ну помните, что такое генератор. Проверка будет выглядеть вот так. Он должен называться, ваш генератор должен называться Luxe, вы создаете его и дальше вот. Значит, этой задачи тоже нету. Более того, я не уверен, что именно для 100-500 здесь именно два. Поэтому я это сделаю. На самом деле можно проверить. Можно сходить вот сюда. Кстати, рекомендую, совершенно упоморочительный сайт, энциклопедия всевозможных числовых последовательностей. Вот. Ну, вряд ли я здесь найду 100-500 элемент. Тут, правда, есть программа на питоне, которая его вычисляет. Ну, если я такое у вас увижу, ну, это. Вот. Тем более, она какая-то малоэффективная. Окей. Ладно. Значит, ну, тогда, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. А если нет, то всем спасибо и до следующего раза.